А вот вы, наверное, тоже интересуетесь поэзией, да? Да нет, я не очень интересуюсь поэзией. Всё, на библиотеку и сюда приедете. Миленький мой, страшно. Это же не библиотека. А что это за библиотека? Это мои школьные тетрадочки. А в них что? В них... А? Школьные? Школьные, Ростислав Янц, школьные. Это мои тетрадочки, только они не по алгебре. А в них я когда-то, когда-то в юности, влюблённой девчонкой, попыталась записать песни, которые я пою, которые я просто помню наизусть. Ну и ничего у меня не получилось. Я записала, вот я сюда принесла четыре, у меня ещё есть, по-моему, несколько тетрадок. Но в этих тетрадках я записала всего 487 песен, что не составляет даже третий тех песен, которые я... Маловатка, дайте мне ответственность. Боже, Алландия. Вы знаете, и вот я... В них я записывала просто так, подряд. Что помню, что помню, что знаю, что придёт на ум. Таким образом, так сказать, никакой систематики вы в этих тетрадочках не увидите. А просто увидите записи того, что вот пелось в те годы. Я так люблю песни, больше всего на свете я люблю песни, вот больше всего на свете. Что я, по-моему, до сих пор помню всё, что я писала в те далёкие годы. Вот, кстати, это не может быть, насколько... Неужели вы помните... Вы помните все эти тетради? Ну, 37, но я помню больше. И что, можно... Ну, товарищи, если хотите, пожалуйста, давайте сыграем в такую игру. Ну, пожалуйста, я вам помогу. Ну, гад, открывайся. Ох, у меня гитара есть. Пожалуйста, вот песня Медведева из пьесы «Слава». Наверное, уже были, а? Ну, товарищи, ничего подобного. Разве можно забыть такие вещи? Это же был спектакль Малого театра. Да, точно. А песня Медведева – это песня старого актёра. Как день хоров, как солнца луч приятен, Река и смех, и парус над водой. Но не зови меня, мой молодой приятель, Оставь меня, Ведь я старик седой. Помню. Дальше. Есть ли мой друг? Что? Вы проверяете? Есть ли мой друг? Ну, подождите, подождите. Это что-то такое, я не помню. А это, во-первых, это второй куплет. А, это я прошу, извините, мама называется. Мама, а-а-а. Ну, тогда я только припев. Мама, кто на свете тебя родней? Мама, что теплее любви твоей? В горе молчаливая, в праздник хлопотливая, Мама, милая, мама. Ну-ка, дальше. Хотите ещё что-нибудь, Серафимовна? Вам ничего не пришло в голову? Нет, пришло. Пришло, я не хочу вас ловить, а наоборот, я уже с восторгом вас слушаю. Спасибо вам большое. Не путайте. Вот мне интересно уголок. Ой, пожалуйста. Пожалуйста. Даже такой старинный роман. Дышала ночь Восторгом сладострастия, Неясных дух И трепетов полна. Я вас ждала, с безумной жажды счастья. Я вас ждала, земле окна. Ну, наверное, этот роман с многими. Я вас ждала, а вы, вы всё. Не шли. Хватит. Вот ещё. Это песня из пьесы Тани. Ой, товарищи, ну с этим спектаклем у меня просто связаны такие невероятно трогательные воспоминания, что просто даже я вам не могу передать. Вы знаете, мы были влюблены в этот спектакль и были влюблены в Бабанову. Мы сотнями раз столклись вообще на балконе театра и слушали, и поэтому, вы знаете, этот роман мне особенно приятно вспомнить. Как тонка и нежна любовь людская и прозрачно, как хрусталь. Так уж всегда бывает, что чем страсть твоя нежней, тем скорее, разобьётся навсегда любовь твоя, Образ твой в своём сердце лелею, Но уста мои молчат. Посмотри на меня ты нежней, Скажет всё тебе мой взгляд. Вот моё сердце открыто, Если хочешь, возьми его. Вот моё сердце открыто, Если хочешь, разбей его. Но в этом сердце ты убьёшь себя. Привет, Найск, правда, привет. Привет, Найск. Обожаю тебя. Ой, я ещё хочу. Нет, я ещё хочу. Нет, полбунка, бейгарный. В следующий раз мы устраиваем более узким кругом пение Киры Смирнов. Завтра. Завтра? Хорошо, согласна. Спасибо.